Всем привет, дорогие подписчики! С вами я, Марина Розмарина, вещает из Винниколепного Вьетнама. 8.30 утра, уже 27 градусов, и я иду. У нас около проживания на перегрёстке продают банми, такие бутербродики. Это просто такой, как островочек, и давайте посмотрим, что он нам предлагает. О нём много отзывов, и стоит оно, в принципе, недорого. Поэтому давайте попробуем эти сэндвичи. Вот этот островочек, и тут цены по 25 тысяч за бутербродик. Ну и покупают тут местные. Что же я возьму? Омлет. Омлет, патэ, это я ничего не знаю. Давайте просто посмотрим. Наверное, самое будет взять куричку. Куричку. Сейчас узнаем, что такое патэ. Патэ это паштет, и, я думаю, это вот этот вот паштет. Наверное, я возьму с курицей. С курицей. Странно. А здесь цены немного другие. Сбоку 25, здесь 22. И едят местные. Две штуки не остренькие. Это будет сорок четыре. Вот она их готовит. Паштета набирает. Майонезика. Хоп. Первый готов. Она спросила, острый, не острый. Я хочу не острый. Огурчик, огурчик. Салатик. Курица. Хоп. Быстро. Хоп-хоп-хоп-хоп. И готово. Две штучки. Это будет завтрак. И по цене меньше двух долларов. Доллар восемьдесят где-то. Давайте же попробуем вот этот бутербродик, который я купила. Меньше, чем за доллар. Хороший, сочный. Глебушек прям свежак. Булочка вот эта. Прям кусаешь, она будто еще теплая. Внутри зелень, капусточка, огурчик. Кусаешь такой хороший, сочный бутерброд. На завтрак просто на раз-два и погнал. Пошла пошлёндаться в магазинчик. Вот такой вот он. Ну, достаточно большой за мной. И сейчас покажу, что купила. Точнее куплю. Вот такой вот чай. Это японский холодный чай. В магазине продают стаканы с льдом. Я разведу воды дома. Смешаю чай. И потом вылью его в этот стакан с льдом. Будет у меня такой холодный чай. Попробуем какой-то японский. Вот тут написано. Japan. И вот такое корейское. Я сначала думала, это яблоко. Но потом все-таки прочитала, что это корейская груша. Made in Korea. Сейчас покажу. Вот этот японский чай. И вот она, корейская груша. Написано. Product of Korea. И еще возьму себе вот такую штучку для кофе. Как делать кофе? Вьетнамский. Это их такая вот, как это, капельная кофеварочка. Фильтровая. Давайте ее откроем. Посмотрим, что я покупаю. Она тут просто залеплена скотчем. Ну, я открою, мне надо посмотреть. Примерно хоть. А то вдруг я ей пользоваться не смогу. Значит, смотрим. Она вот такая. Механизм. Вот это ставится на кружку. Это сверху. Потом сюда засыпается кофе. И получается приплюскивается. И сверху заливается вода. И оно постепенно начинает капать. Это мне надо. берем вот такой торговый центр. Там еще есть второй этаж. Заеду на эскалаторе, сейчас посмотрю. И сколько у меня все это будет стоить, сейчас тоже узнаем. Давайте посмотрим. Сразу мне это все складывают в пакет. Хотя я берегу природу и пакеты не прошу. Сто тысяч. Сто тысяч это четыре доллара. Нашла какое-то место. Не знаю, что это за торговый центр. Давайте посмотрим, что за ОНО. И тут есть чай-кофе. Мачалатте. Есть. Давайте что-нибудь купим, попробуем. Что девушка посоветовала, подошла в вот этот вот улунг. улунг-чай с лотусом, большой. Давайте сейчас попробуем. Интересно, что я оплатила картой. И у них транзакция это не прошла. А мне показалось в телефоне, что деньги списаны. И она в этот момент просит меня второй раз ввести пин-код. я говорю, нет, смотрите, у меня деньги списались. Вышел менеджер, они что-то переговорили, они говорят, покажите телефон. Я показала, она сделала фотографию того, что у меня деньги списаны, потому что им чек не выдал. И говорит, окей, типа one minute. И в этот момент у меня показывается, что транзакция была отменена, что мне вернулись назад деньги. то есть интересно, что они вот так на чистом слове, что у меня деньги списаны, согласились делать чаек. Я ей сразу же говорю, а нет, они вернут деньги, давайте попробуем еще раз. Ну, и второй раз уже и чек дал, и деньги списались. Так что все хорошо пришло. И сейчас будет улун с лотусом. Я сижу вот в таком вот месте. Тут люди учатся и большое окно. Такой вот принесла мне девушка напиток. Подошла и любезно спросила, если я буду пить здесь или возьму с собой. Я думаю, с собой она бы мне такую как эту взяла сумочку пакетик. Давайте пробовать. У меня получается вот такой вот. Сейчас будем пробовать. Тут вот сверху видно какое-то молоко. это точно улунг вкусный. Он такой мне нравится улунг. Он такой крепенький, такой как наваристый. Такой вот прям его ни с чем не спутать. Такой вкус очень вкусный. ну и давайте сейчас попробуем вот эту вот что же сверху. Что же у нас вот такое оно закрыто просто намертво. О, ну я вот так попробую. Просто намертво. это как сметана. Это сметана. Да. Я тогда все сейчас размешаю и буду наслаждаться жизнью. Всем чмок чмокин. расскажу печальную историю о чайке, который я только что допила. Там остался еще лед. Я как обычно выкинула лед под деревце, чтобы лед растаял. Деревце попило водички, а пластиковую выкинуть отдельно. И я этот лед выкидываю и смотрю, а там лед лежит, а между ледом какие-то штучки. И тут до меня доходит, что это были цветочки лотуса, лотус, или там орешки лотуса. Ну, в общем, что-то. Это вот там же был улун с лотусом. Очень жаль, я смотрю, у меня в стаканчике половинка, я его так. Ну, в общем, лотус вкусненький. Он такой, как орешек, но такой мягенький, такой, ну, в общем, я не знаю, что это было, лотус или нет, но это было, в общем, это было супер. И я очень-очень жалею, что я взяла и так бездушно, бездумно выплюснула, даже не посмотрела, если что, поесть. День второй, это мой второй день, и я успешно слилась с толпой. Я уже чувствую себя здесь местной. Перейти дорогу у меня просто уже нету никаких ни стеснений, ни боязни. Я вот просто как местная. Сейчас я перейду дорогу, покажу вам. Просто как местная. Да ладно, ничего не переживать. Они все объедут, обойдут и так же и ты. смотрим. Дорога вообще, она вообще считается вот это вообще. Начинаешь идти, оттуда чувак едет, этот мне пищит, эти переходят, это едет. Все, все, понимаете, дорога перейдена. Перейдена, пройдена с этой стороны. Тут вообще понты и тут понты. Вообще просто пусто. такие вот оживленные улицы Вьетнама. А по другую сторону стоит какая-то большая церковь. Конечно, очень шумно и, как вы видите, ни одной машины. Почти ни одной. Сплошные роллеры. Ну и среди роллеров, конечно, невозможно пройти. Я вот тут иду, просто очень трудно пройти, потому что вся дорога уставлена и вот так вот невозможно. Просто по тротуарчику идешь. Я тут нашла место около нас и я хочу попробовать, я думаю, супец за 45. Вот он вот какой-то такой. Вот этот, наверное, нудл суп с курицей или может быть фо. Фо хороший. Фо тоже нудл суп получается. Вопросик. спросим, все? Hello. want to you know what is the difference? Yeah. А. вот такое вот место я взяла вот такое ну посмотрим какое оно будет по меню интересненько принесли мне супчик вот такой вот фобо лайм давайте попробуем значит вот такой вот супец за 45 это 1,8 долларов я умею есть тык-тык-тык палками и давайте попробуем что за он а еще дали лайм вот так вот лайм и давайте попробуем лапша 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 вроде рисовая хотя я не спец хорошая такая ай-ден-то и бульон такой в меру остренький, хороший вот эти листики, мне кажется, добавляют это вот по типу мяты только какая-то типа их мята лапша ну и конечно же вот этот вот добавляет это лайм добавляет такой кислинки просто за 45 это 1,8 долларов это тарель вот мои руки вот она глубокая вот столько там воды лапши сейчас я вам покажу по-человечески сколько тут лапши мяса ну в общем всем рекомендую это супер всем, кто ест всем приятного аппетита с вами была Марина Розмарина всем пока субтитры